всем приветики 18 апреля мне к 7 утра на работу ну как обычно воскресенье и знаете что он конечно вы знаете конечно вставать когда вот на улице солнышко даже в такую ране в 5 утра и в пол шестого утра гораздо проще чем эта полярная ночь глаза открываешь за окошком темно везде темно за шкирки себя с кровати вытаскиваешь а тут проснулся глаза открыл все нормально солнце светит и все замечательно слушайте анги сегодня засада это что-то с чем-то сейчас подхожу к машине звонит телефон звонит директор мы что случилось у меня сразу мысли что игорь не вышел на работу у анютки сегодня выходной конечно она в такое время спит и директор просит говорит позвони они нужно выйти на работу речи случилось игорь ночью прислал смс-ку прислал брату своему который тоже у нас работает что не сможет выйти сегодня на работу блин зеркала заплатили все запотело ничего не вижу вот и чего не сможет выйти на работу и попросил вызвать анютку хорошо анюта не у мамы она собиралась к маме ехать но я позвонила реаню ты в мурманске где чего она я сплю вообще вообще ничего не поняла в чем дело но я и объяснила говорю так и так и ночью прислал смс-ку что не выйдет сегодня на работу у него первый день сегодня после отпуска вот такой а не облом на не сказала хорошо сейчас вызовут такси приеду выходной у нее накрылся медным тазом так что вот так вот такие новости где там игорян у нас загулял или почему ночью или ну заболел я не знаю чего я не знаю что случилось но гляньте на вот эту машину вот стоит волга такое впечатление что да на колесо поставила ногу типа моем колесо никто не трогаете старая волга такая кто-то еще наверно на ней ездит вот если бы немножко пораньше а вернее ночью ночью кто нас будил до ночью нам это все сообщать тоже не дело но как будет так и будет сейчас принимать машину будут сами обычно кто-то из нас там сидит ну вернее они там сидит по воскресеньям переписывается веса и потом там же она отпускает а сейчас наверно сам директор сядет туда на место игоря а потом анютка выйдет и уже сядет туда перевешивать я могла бы одна отработать но это было бы до вечера народу много это надо взвешивать потом бежать обратно в эту будку в них будку к себе туда распечатывать накладные брать деньги все прочее потом бежать отпускать воскресенье это нереально одному просто нереально люди бы нервничали люди бы разошлись насколько быстро я работаю но просто это ну никак никак вы понимаете о чем я никак и чего думаете разобрали всех курочек осталось два яйца и кое-что он висит еще на стекле все все закончилось даже заказали наперед работы куча работа кипит анютка приехала так что вот такое у нас активное воскресенье а ты хоть позавтракала утром попила чай вы с работе разоглачила но все отработали сначала директор посидел с утра пить за игоря кто не знает сегодня приходила машина и там надо сидеть перевешивать товар машина больше трех тонн мальчишки таскают а игорь записывать должен был бы продукцию всю эту вот но сначала писал директор потом я чуть-чуть пописала потом приехала анютка села на то место все рабочий день пролетел проскакал едем домой светит солнышко и это радует продолжая свой влог так чего начать приехала домой покушала поставила варить легкая легкая была в кастрюльке я уже вот сюда вытащила вернее оттуда с кастрюльки и решила пойти полежать с целью поспать и чего вы думаете я проспала часа два я молодец я так и хотела потому что я сегодня не выспалась просыпалась до будильника встала рано завтра опять вставать 5 утра надо отдыхать коля у меня уехал ставите куда тот который на больничном на рыбалку ну конечно там руками спиной ничего такого делать не надо солнышко погода хорошая вот поехал с товарищем на рыбалку ли сегодня вечером вернется или там езди переночевать вернется завтра утром пуская посидит на рыбалочки на улице тепло поезд думаю он одел так кто к нам нам крадется кто-то едет не та которая паркуется смешно нет не та хочется на нее посмотреть так где-то у меня тут орел я его видела есть и есть это худешки так чё еще хотела я купила сегодня на работе знаете чего никогда в жизни не покупала заказали мы первый раз я даже магазинах не обращала внимание вот такую вот сметану а вот он орел кстати вот он орел орел давай ешь не уркой пока еда есть вот такую сметану называется каймак кавказская сметана счастье не за горами она в горах ни разу такую не видела так темно там солнце так сюда когда на улице солнышко на кухне постоянно темно снимать так включила свет смотрите здесь у нас 160 калорий на 100 грамм срок годности 45 суток что самое интересное кавказская сметана это у нас тырновский молочный завод московская область город мытищи это изготовитель адрес производителя почему-то рязанская область так интересно изготовитель у нас изготовил или производитель произвел этот каймак ладно будем пробовать не сегодня пустоит свои 45 суток еще может постоять ну что тут но что тут за война так еще один черный появился вы чё тут у меня клонируетесь черноголовки гляньте вот два черноголовика а вот мое мое чудо не надо ко мне в квартиру заходить ну вы чё тут офигели он орел давай давай кушай хочешь я помогу их прогнать вот половину уже прогнала я так рукой машу вот видишь а ты не бойся ты свой о видишь все свои остались серенький он клюет и ты этих я даже за тебя поработала прогнала есть спокойно правда они сейчас вернутся но не факт может быть немножко где-то полетают хотела думаю полежу так у меня уже легкие стреляют не мои легкие на сковородке думала полежу схожу солярий схожу магазин нет хлеба у коли а проснулась так вода так быстро выпарилась проснулась и что-то я даже не знаю увидела в комнате пыль поняла что надо менять постельная с пылью это не связано просто это все так одновременно у меня увиделось я здесь все это делаю вот без маслица обжариваю здесь им короче с постели на сковородку ли на все так кучу в кучу простись и поет здесь у меня 50 процентов наверное печени и 50 процентов грибочков вот таких грибочков это наши северные были замороженные услышала только когда монтировала слышали до печени какой печени 50 процентов легкого 50 процентов грибочков так там драка у меня вытворяется сейчас я протушу грибочки с легкими добавлю туда чесночка лучка зелени томатику нет не томатику а помидорчик и добавлю может быть ложечку сметаны только не каймак у меня друга есть надо ее доедать и вот уже мое блюдо готово кажется так много целая сковородяка ничего подобного легкая на тону на тон и легкая что его если взвешивать будет мало но грибы конечно тяжелые когда я буду ужинать чуть попозже я вам покажу свою порцию 250 грамм сколько это будет на весах и вы увидите как выглядит легкая в моей порции в 250 грамм ну и вот включая через время вот порция 250 грамм гляньте это немало это много это сытно я поем и до завтрашнего утра хватит мне за глаза а я все-таки решила сходить солярий сходить в магазин вот на кухне бардак посуду мыть не хочу сейчас прогуляюсь приду помою посуду наверное поменяю постельное белье и вытру пылюку я вернулась поменяла постель вытерла пыль помыла полы зажгла солевую лампу сюда налила арома маслица зажгла свечечку открыла окошко на проветривание кстати у меня из всех гераний которые я привозила с воронежской области за зиму выжила всего лишь две и вот одна из этих двух зацвела гляньте какая красавица это сто процентов оттуда одна была моя остальные были все привезенные еще одна не цвела вот она здесь в уголочке тоже может быть скоро зацветет похоже на бутончики не знаю будем ждать короче такие две красавицы две хорошие сильные герани у меня остались а все остальные к сожалению за зиму по одной по одной и погибли ну ничего сейчас бабульки начнут выносить свои цветочки на рынке на улицу может быть я что нибудь у них прикуплю я имею ввиду именно герани поставлю на лоджии и пускай цветут летом будем любоваться спать буду я сегодня на таких вот котиках наверное без коли потому что он сказала либо приедем вечером либо перезвоню останемся он не перезванивал ну наверное останутся там так что я буду в чистой постели сегодня спать одна вспомнила вернее даже не вспомнила открыла холодильник и увидела вот эту вот миску холодильнике стояла на верхней полке здесь у меня тесто на печенье на творожное стоит уже два дня вчера у меня был упадок сил потом не захотела ничего делать сделали это тесто позавчера ему ничего не бывает два дня нормально стоит но сегодня надо же делать иначе все это дело пропадет ну чего вечернее включение машинка стирает последняя стирка на сегодня печеньки готовы на мыло везде полы во всей квартире сейчас немножко повяжу надо чаплон очка довязать помонтирую комнате так классно обожаю когда так запах от свечки прям по всей комнате летает приятно окошко открыто такой свежий воздух с запахом свечи и наверное это лампа тоже дает свои действия поэтому сегодня должна спать сладко-сладко пути поспала днем хотя лучше не зарекаться это не факт могу не уснуть будет видно ну и все на сегодня буду с вами прощаться всем пока всех люблю и конечно же до новых видео то